доброго времени суток дорогие друзья добро пожаловать на канал мобайл геймплей всех приветствую это игра 7 deadly things что в переводе на русский означает 7 смертных греку грехов я тут немножко уже поиграл тут очень долгий процесс обучения если честно я еще не во все прям конкретно въехал но единственное что мне знаете что я уже понял что мне не совсем нравится в этой игре то что здесь очень много различных заставок и как по мне очень много ненужных диалогов конечно безусловно это все красиво выглядит это все эпично выглядит но как по мне так что это такое добавлены новые герои незаблиная воля лотерея выбора лучшего нового героя позовет давайте нажмем перейти почему бы нет в общем я еще не совсем четко ориентируюсь я бы даже сказал наверное вообще пока что не ориентируюсь в этой игре но если вы поддержите эту рубрику пальцами вверх подписками на канал комментариями почему бы и нет мы будем развиваться вместе с вами в этой игре и будем собственно говоря смотреть чё же там вообще происходит давайте сыграем один раз три бриллиантика почему бы и нет а а вдруг чё-нибудь путное интересное выпадет ну вот собственно говоря вот эти заставки которых я говорил они очень круто выглядят очень интересно все красиво проработано но иногда это надоедает благо что это можно скипнуть а это всего лишь был розыгрыш сундучка но лотерея вы видели это в принципе что это это новый герой правильно правильно чё-то куда стрёмный мне не нравится продолжить и еще самая главная особенность вы это видите я думаю вы обратили внимание что игрушка играется в портретном режиме я не знаю как это вообще выйдет в ютюбе но посмотрим попробуем эпизод 6 восстановление мира как я уже и говорил я уже немножечко поиграл поэтому я предлагаю вам посмотреть уже ну скажем так разгар игры пропускаю все эти диалоги чтобы вам собственно говоря сразу самое главное показать как же играется эта игра благодарные жители обещают непременно зайти к вам в таверну чтобы вы могли подзаработать купите продукты для готовки в магазине а потом поговорите с хоуком в таверне в общем постоянно вот эти вот дурацкие задания кому-то водички принести кому-то то кому-то это и игровой процесс из этого как по мне немножко просаживается я понимаю что это такой жанр игр этот квест но мне такое не совсем по душе но если вам будет интересно я готов в это играть дальше потому что картинка однозначно радует глаз ну что мы тут должны скупиться а нам все равно что покупать или что или что мы делаем все спасибо как от тебя уйти вот это вот нам надо было нажать вот сюда я так понимаю нам надо приобрести то что обозначено восклицательными знаками да вот он списочек вверху а теперь понимаете вот мы купили то что нам сказали купить и теперь мы бежим обратно к нам в таверну чтобы оставить эти продукты потом мы должны получить новое здание которое мы должны выполнять но это не совсем мое вот так я наверное скажу этот знаете местный покемон холк говорящая свинья достаточно забавный кстати персонаж я надеюсь мы вскоре начнем все же битву и вы посмотрите на то как же свинка помогает драться пивко бернийский эль ни в коем случае не пропаганда не подумайте ничего плохого это всего лишь игра я тут не причем угостили гостей ну дайте нам уже подраться а тут тут постоянно вот эти вот побочные квесты побочные задания потереть пыль убрать за кем-нибудь кому-нибудь помочь кому-нибудь что-нибудь принести но собственно говоря вы это видели ролик так себе по экшену начинается и очень хочется конечно уже какого-нибудь действия активного завершили мы на этот квест теперь теперь можно посмотреть заставочку и и я думаю тут будет уже битва читать это все я не очень хочу есть внизу субтитры видали как шкет грузит деваху кстати эту девушку мы спасли в начале игры и устроили собственно говоря в таверну она теперь тут работает а шкет и и видите напрягает хорошо что тут показана хотя бы продолжительность этой кат-сцены чтобы ты хотя бы примерно ориентировался по времени сколько же тебе просто так если ты хочешь при условии если ты хочешь посмотреть кат-сцену придется сидеть пропускаем диалоги слушайте я же хочу уже показать вот внезапная атака я надеюсь это будет прям атака атака я уже уже хочу показать собственно говоря как же драться здесь здесь такое тоже есть но согласитесь картинка просто шикарно картинка просто шикарная но повторюсь уже наверное в десятый раз подряд что слишком много этих кат-сцен и помимо того что ты и так очень много побочных действий делаешь ты еще и постоянно наблюдаешь за вот такого рода кат-сценами причем видите у нас сейчас даже не получается нажать на кнопку пропустить вот спасибо большое наконец-то а а такие мотивы как будто бы мы в ирландской деревушке а на самом деле вокруг сплошное аниме причем наряд девушки Элизабет он же не совсем подходит под стилистику игры как по мне слушайте это просто невозможно перейти все же у нас открылись какие-то новые зоны какие-то новые локации дайте нам подраться уже смотрите это походу еще все же проходит обучение но на самом деле как вы видели я прошел уже несколько глав а меня по-прежнему учат не очень люблю игры а вернее будет сказано вообще не люблю игры в которых вот такое навязчивое долгое обучение а еще помимо того что это скучновато когда тебя постоянно заставляют тыкать во что-то во что тебе не очень хочется еще это говорит о том что игра очень слишком запутанная будет что здесь очень много различных аспектов на которые ты можешь попросту не обратить внимание а в нужный момент это тебе выльется каким-нибудь проигрышем очередным в общем тут много всего происходит но не того что нам нужно я в поисках битвы что бегаем 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 но меня просили просили меня посмотреть эту игру и я выполняю свое обещание если есть спрос у кого-то на эту игру значит почему бы не записать ролик но слава богу наконец-то мы дошли до первой битвы в этом ролике вот видите 7 минут видео прошло а мы впервые только начинаем активно действовать причем это еще при условии того что я пропускал вот эти все диалоги и катсцены в общем выбираем как мы будем атаковать и тут еще есть одна интересная фишка когда мы дойдем до этого я обязательно на это обращу внимание вот тут мы выбираем как атаковать какими приемчиками а потом собственно говоря герои это выполняют за тебя то есть по сути ты такой пассивный игрок враг проходил вот смотрите когда у нас есть одинаковые карты но между ними стоит другая какая-нибудь карта мы делаем вот так а эти карты объединяются для того чтобы создать еще более мощный спецприемчик а вот свинка сейчас посмотрите на свинку но вот свинка мне в этой игре нравится больше всего за свинкой прям интересно наблюдать милота милотная все попсиховали и тут берем супер приемчик его сто процентов хватит тут даже можно и не выставлять все остальные спецприемы но тем не менее на 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 смотрите с яростью просто быка и все и до свидули а то есть получается свинья то замочила всех спасибо спасибо если честно я пока что не знаю даже как комментировать эту игру потому что я сам не совсем до конца еще понимаю что же с ней так а что не так кто то может сказать зачем ты тогда вообще ролик записывал да с любой игрой ты рано или поздно начинаешь разбираться если ты планируешь в нее играть ты скачиваешь какую-то новую игрушку ты в любом случае сразу не понимаешь что происходит есть игры проще которые ты только первый раз открываешь первый раз запускаешь и как бы все как на ладони все понятно и без всяких даже обучалок здесь но как-то все запутано вернее не так будет сказано правильно а правильнее будет сказано что слишком все затянуто и перетянуто хочется какого-то очень крутого действия а на самом деле постоянно какая-то непонятная ненужная болтовня ну вот нам предлагают еще раз подраться я безусловно не могу упустить такой возможности потому что я так долго ждал собственно говоря этих битв и поэтому мы деремся еще раз однозначненько по сути говоря это практически стенка на стенку я не могу назвать прям это рпгшкой потому что в описании игры написано что это рпг там крутая рпг такого еще не видели и так далее но я не могу назвать это прям рпг ну правда это вот больше квест с элементами стенка на стенку как вот допустим DC Legends или как вот эта игра по Марвелу называется забыл Marvel Strike Force вот это вот примерно то же самое примерно то же самое только в тех играх нас не обременяют вот этими вот этими постоянными километровыми диалогами и миллион часовыми обучалками а здесь это есть лес белых снов эй до тебя уже дошел слух дошел слух давай мы это все пропустим открыт новый маршрут пасибочки так а в лесу белых снов мы с вами будем драться или нет герои нам предлагают взять героя и наверное отчет нас будут сейчас учить как же мы будем становиться сильнее как же нам прокачивать героя ну это опыт будем прокачивать соответственно повышать левел нашего персонажа а как известно чем выше уровень тем больше атаки больше здоровья больше защиты и так далее и тому подобное окей спасибо ну вот окей кстати можно было уже не акцентировать так внимание тут и без обучалки понятно что надо было нажать на окей в общем мне кажется что для первого взгляда вполне достаточно я жду ваших отзывов ваших комментариев я знаю что у меня на канале есть подписчики которые играют в эту игру соответственно я жду ваших советов а те кто впервые ее увидели обязательно пишите в комментариях интересно ли вам дальше прохождение этой игры и в принципе как таковой проект на моем канале а посему я с вами прощаюсь дорогие друзья до новых встреч на канале мобайл геймплей сегодня мы с вами смотрели 7 deadly sins 7 смертных грехов пока 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 пока